и снова здравствуйте уважаемые зрители приветствуем вас на канале сова в маш с вами как всегда александр сударев в студии дмитрий александрович дуйнов и продолжаем рубрику ответы на вопросы собственно сам вопрос довольно объемный поэтому я попрошу коллег подать мне ноутбук на котором мы зачитаем его без искажения хорошая рубрика и у меня как у инвестора есть вопрос сейчас идет активное перестроение мира на новый технологический уровень и с каждым днем становится все больше производителей которые создают электроавтомобили будь то китай или калифорния но почему еще ни одна из компаний не попробовала сотрудничать с вами дмитрий александрович если наши двигатели действительно столь продуктивные колоссально превосходят другие существующие разработки в данной области то я считаю что это безусловно должно быть в их интересах так как обеспечит огромное превосходство в конкурентной борьбе и при их инвестициях пк тб построится хоть за два-три месяца представьте только что тесла инвестирует в сова лмаш хороший вопрос и что интересно он очень характерно вот в этом вопросе сам вопрос по построен очень интересно и хорошо потому что в нем четко прослеживается как ведется подмена понять потому что мы говорим одно думаем другую мы как раньше мы говорим партия подразумев ленин подразумев партия вот так и тут мы говорим технология подразумев мотора двигателя машины электрические мы говорим машины электрические либо двигатели подразумев технологию вы много двигателей видели ну лично я вживую не так уж и много не так уж и много а двигатели с технологией совмещенных работ мы их уже значительно больше сотня тысяч поэтому вот давайте попробуем стать на позиции лиц принимающих решения но в той же компании производящий электромобиль вот мне допустим приносит информацию то есть такая технология хорошая технология позволяющая много естественно я там открою поинтересуюсь что это такое и первый же вопрос который я задам это вопрос о двигателе с этой технологии который удовлетворяет наши запросы и требования производятся нет данном случае на ответ один хорошо а как как же продвигается там сейчас эта технология ну ребята перематывают двигатели по лицензии так далее нам то что с этого не подходит не подходит но но есть же еще информация там строят по ктб а это что за зверь проектно-конструкторское технологическое бюро которое будет разрабатывать двигатели под требования заказчика и ставить их производство ну интересно интересно они будут тягивыми двигателями заниматься нет не только тягивыми они там общепромышленными и что ну вот достраивается строится там привлекаются инвестиции если сейчас там привлечь дополнительные инвестиции то это надо пойдет значительно быстрее они в строй вступят ну и во втором полугодии 22 года а четвертом квартале 21 интересно интересно а если мы сейчас дофинансируем мы станем владельцем контрольного пакета и значит они будут тогда нами не управляем мы будем какую-то мере решать влиять на принятие решения но не в основном значит мы сейчас заплатим они встанут строй они начнут разрабатывать двигатели не только для нас но и для других и нашими руками мы породим всех конкурентов а ну нам надо ответа 5.1 нет значит не финансирует не инвестирует что же мы будем ну вот если они там выживут станут на ноги если они будут производить двигатели то да мы постараемся выкупать все партии двигателя чтобы нашим конкурентам они не достались и всякий раз как только не вынаги попытаться наращивать мощности мы будем выкупать все двигатели конкурентов достались поэтому мы тогда должны будем а заключить с ними первый контракт эксклюзивный а может быть мы сейчас с ними начнем разговор да вы что они же там под это дело да они там так рванут а но нам надо поэтому будем ждать японская психология китайская философия гласит сеть на берегу реки жди когда мимо проплывет мотор длину поэтому всякий раз когда вы хотите разобраться вопрос в каком-то вопросе на любой человек поставьте себя на место того кто должен предпринять какие-то действия зачем это делать им лично я бы это делать не стал поэтому в обывательском плане поступки которые кажутся логичными с точки зрения бизнеса они просто нелогичны они вредны и именно поэтому никто такие шаги предпринимать не будет хотя многие знают об этих технологиях и все производители двигателей знают в этой технологии и ведь каждый из них ждет когда закончатся сроки действия патентов они смогут самостоятельно разрабатывать свои конструкции поэтому тут гонка со временем но так как все прекрасно понимают что у нас есть наработки наперед поэтому надо сдержать нас один из элементов сдерживания опорочить второй из элементов сдерживания замолчать тогда а тут бах у кого-то не выдержали первый побежал не побежит до тех пор пока мы не создадим угрозу и вот там поперет дыма паровоза никуда не у кого-то первым сдадут нервы дальше пойдут остальные потому что надо будет заключить контракты наиболее привлекательные для нас и для них но при этом надо что все партии иначе никак но для этого мы должны дойти до определенного этапа развития вот почему нам и не спешат надеюсь я ответил на довольно исчерпывающим спасибо поэтому да всегда уважаемые коллеги уважаемые зрители постарайтесь стать на место другого человека и прежде чем считать что кто-то поступил не так или сделал что-то не то станьте на его место и оцените из его окопа ситуацию потому что из каждого скворечника видится другую вот у меня все время было две фотографии с одной точки снято с одном место снято но только одна в одном случае фотоаппарат был ниже а в другом случае на полтора метра выше на дно берег реки красота деревья природа красиво утро дымка а где на полтора метра выше видно разбитая дорога асфальтовая проволок которым стоит мусорная свалка и забор покосившийся забор покрытый диким виноградом вот две разных точках съемки и совершенно другая картина просто когда ниже опускаешься там мор поднимающийся теплый воздух который закрывает картинку который скрывает и не видишь на кадре а вот когда выше поднялся видно поэтому надо занимать ту позицию которая позволяет увидеть но и тем более насколько я понимаю что психология и то мышление которое использует скажем так которые используют все вовлеченные бизнес особенно крупные игроки она крайне отличается от прямолинейного мышления и она обладает достаточным количеством хитросплетений и мне все действия и задачи которые предпринимаются выполняются это не всегда то что кажется на первый взгляд вообще-то за прямоту в отношениях во всем остальном но при этом понимая что в жизни всеми так это учитывается наше действие спасибо до новых встреч до новых встреч и ну и и и и и и и